Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы провели переговоры с новым моим коллегой из Республики Армения. Рарат Самбелыч Мерзоян нам хорошо известен. Он до этого работал в качестве председателя Национального собрания Республики Армения, активно вносил вклад в развитие наших союзнических, стратегических отношений на этом посту и уверен, что в новой должности обеспечит преемственность в наших контактах уже с новым правительством Армении, которое было сформировано по итогам недавних парламентских выборов. У нас отношения развиваются ритмично. Только в этом году президент России и премьер-министр Армении встречались трижды, провели больше дюжины телефонных разговоров, в том числе буквально на днях. Дважды состоялись очные встречи глав правительств России и Армении, и активно работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству на уровне вице-премьеров. Интенсивные контакты осуществляются по линии практически всех министерств и ведомств. Обсуждаются вопросы от евразийской экономической повестки дня, до безопасности, трудовой миграции, дообразования, инноваций, космических технологий. С началом работы парламента Армении после проведения выборов в июне и после формирования нового состава Государственной Думы по итогам сентябрьских выборов, я уверен, межпарламентское сотрудничество продолжится интенсивно. Мы договорились подготовить памятные мероприятия, юбилейные мероприятия, посвященные празднованию в следующем году 30-летия дипломатических отношений между нашими странами и 25-летия двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Высказались в пользу укрепления нашего делового партнерства через активизацию связей между представителями бизнеса и между регионами России и Армении. В этом плане у нас есть эффективный инструмент – двусторонний межрегиональный форум. Планируется его восьмое заседание, которое имеется в виду организовать, надеюсь, в этом году, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Также ведется подготовка к проведению седьмого российско-армянского молодежного форума. Договорились о продолжении сотрудничества в противодействии коронавирусной инфекции. Мы уже несколько партий вакцины «Спутник Ви» в Армению поставили. Сейчас ожидаются новые партии. И договорились, что это сотрудничество будет у нас развиваться на системной основе между соответствующими медицинскими научными учреждениями. Будем содействовать расширению контактов между нашими образовательными и научными организациями. Договорились наращивать профессорско-преподавательские и студенческие обмены. И наши партнеры подтвердили свою заинтересованность в дальнейшей поддержке русского языка в своей стране. Мы будем, соответственно, помогать наращивать такие возможности. Совпадающих или очень близких позиций мы обменялись мнениями по международным проблемам. В частности, подтвердили настрой на плотную координацию действий наших делегаций в ООН, в ОБСЕ, на других площадках. Ну и высоко оценили уровень нашего взаимодействия в СНГ, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе. В ОДКБ Армения заступает на пост председателя в середине сентября. Нас партнеры проинформировали о своих планах, которые будут обличены в форму программы армянского председательства. И мы будем активно содействовать их эффективной реализации. Интерес, конечно, у нас общий – добиваться дальнейшего повышения эффективности ОДКБ и престижа ОДКБ на международной арене. Особое внимание уделили задачам укрепления мира, безопасности и стабильности в Закавказье. Подробно рассмотрели ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года, которые позволили остановить конфликт и перевести его в русло политического урегулирования. Договорились не ослаблять внимание к усилиям по устранению взаимных раздражителей в отношениях Еревана и Баку, включая окончательное решение вопроса об освобождении армянских пленных, включая передачу карт минных полей, и подтвердили востребованность дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Обменялись мнениями также по ситуации на армяно-азербайджанской границе за пределами зоны Нагорно-Карабахского конфликта. Исходим из того, что все вопросы необходимо решать исключительно политико-дипломатическими методами, а долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить ее быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу. Мы довольны тем, как идет работа трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных и экономических связей в Закавказье. Группа, как вы знаете, была создана по решению лидеров трех стран 11 января этого года. И мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Закавказья, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона. Мы довольны итогами переговоров. Я признателен Рарату Самвелычу и его команде за наше взаимодействие. Сегодня мы будем продолжать нашу работу в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты президентом России и премьер-министром Республики Армении. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, дамы и господа, в первую очередь хотел бы поблагодарить министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова за теплый прием и только что состоявшийся содержательный диалог. Несомненно, исключительный характер отношений между Армией и Россией предопределил как географию моего первого зарубежного визита, так и атмосферу сегодняшних переговоров, итоги которых, уверен, всецело укладываются в русло усилий по наращиванию союзнических отношений наших государств. В открытой и доверительной атмосфере были рассмотрены основные вопросы двустороннего взаимодействия, генерирующего широкое поле, также для внешнеполитической координации на многосторонних площадках. Подробно затронули широкий спектр международной и региональной тематики и, в первую очередь, конечно же, тематику безопасности мира в нашем регионе. Естественно, уделили должное внимание Нагорно-Карабахскому урегулированию, обозначив направление, по которым нужно активизировать совместные усилия. Основной акцент пришелся на обсуждение вопросов, связанных с положением дел, сложившимся после принятого 9 ноября 2020 года заявления главы Армении, России и Азербайджана, а также возобновлением мирного процесса под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Россия сыграла ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха. Развертывание российских миротворческих сил в Арцахе, как фактор недопущения провокации со стороны Баку и фактор, обеспечивающий безопасность народу Нагорного Карабаха, создает условия для восстановления нормальных условий жизни. В этой связи хотел бы с благодарностью отметить последовательные усилия Российской Федерации и президента Владимира Владимировича Путина. Мы высоко ценим усилия Российской Федерации, направленные на выполнение договоренностей, среди которых крайне актуальным является вопрос возвращения военнопленных. Благодаря этим усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских пленных. Вместе с тем, спустя 10 месяцев Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, торпедирует выполнение как данного, так и других положений заявления. Или же терроризирует их вольную интерпретацию, что в совокупности указывает на степень договороспособности Баку, который продолжает прибегать к открытым провокациям, ставя под серьезный удар и без того шаткое положение в регионе. Проникновение подразделений вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения с 12 мая 2021 года неприемлемо является неприкрытым нарушением международного права. Мир и стабильность в нашем регионе – наша долгосрочная стратегия, и мы готовы начать активный диалог вокруг этой повестки дня. Однако невыполнение Азербайджанам обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября, а также ложные территориальные претензии к Армении и в целом постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствует установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру и стабильности в регионе. Сегодня мною еще раз было констатировано совпадение позиций Армении с позицией сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в соответствии с которой вопрос политического урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта продолжает оставаться открытым. Исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. В основе такого урегулирования должны в первую очередь лежать вопросы статуса Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по вопросу о подключении к реабилитации региона соответствующих международных организаций мною было констатировано, что гуманитарный доступ в Арцах не должен политизироваться. Здесь вещь идет о защите прав человека. Крайне остро стоит также задача сохранения многочисленных культурных, в том числе армянских религиозных памятников Арцаха, оказавшихся под контролем вооруженных сил Азербайджана. Рассмотрев тему разблокировки экономических и транспортных связей в регионе, было отмечено, что открытие коммуникаций может изменить палитру региона, диверсифицировать логистическую связь между Арменией и Россией. Трехстороннее заявление от 11 января фиксирует рамки этого процесса. И здесь тоже вольная интерпретация положений также неприемлема, по нашим убеждениям. В контексте внешнеполитической координации затронули вопросы также взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, где в скором времени Армения примет председательство, которое будет ориентировано на повышение потенциала организации, в интересах обеспечения на коллективных началах безопасности и сбалансированного развития. И в завершение хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Викторовича за теплый прием и конструктивный диалог. Сергея Викторович, ждем вас в Ереване в любое удобное для вас время. Спасибо. Пожалуйста, приходим к вопросам общественницы Сергея Армения. Добрый день, уважаемый Сергей Викторович. Как министр иностранных дел страны и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, попрошу выразить вашу позицию по поводу возобновления и обеспечения продолжительности мирного процесса Нагорно-Карабахского урегулирования. Запланированы ли встречи между армянской и азербайджанской сторонами в каком-либо формате или совместной встречи? Насчет встреч между армянской и азербайджанской сторонами, наверное, лучше адресовать вопрос в данном случае к армянской стороне и, соответственно, к Азербайджану. Что касается нашей позиции, мы полностью привержены документам, которые наши лидеры в трехстороннем формате одобрили 9 ноября прошлого года, 11 января нынешнего года. Сейчас я исхожу из того, что речь не идет о возобновлении процесса, речь идет о выполнении того, что подписано уже, и прежде всего о необходимости обеспечить надежную безопасность и, конечно же, начать восстанавливать доверие. Здесь особую роль играет трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей. Это будет очень важной мерой, которая позволит сторонам более конструктивно относиться к происходящему, поощрение гуманитарных связей, связей на всех уровнях мы считаем принципиально важным. И, конечно же, как сейчас уже здесь прозвучало, нужно серьезно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного полноценного регулирования, я в этом не сомневаюсь. Вопрос обоим министрам. Азербайджан до сих пор не выполнил восьмой пункт заявления 9 ноября, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Фактически, азербайджанская сторона препятствует воплощению в жизнь договоренности по столь важному вопросу, которое могло бы способствовать созданию определенных предпосылок для обсуждения остальных вопросов. В конце концов, как вы видите решение этого острого гуманитарного вопроса, который принес страдания стольким армянским семьям? Ну, если быть точными, то в заявлении 9 ноября речь шла об освобождении военнопленных, которые находились в плену на тот момент. Сейчас азербайджанцы удерживают значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там в конце ноября, после того, как заявление вступило в силу и как была достигнута договоренность в этом заявлении о прекращении любых враждебных действий. Тем не менее, президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, с президентом Алиевым и на других уровнях мы этот сигнал посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий, потому что это было бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает, и, конечно, это было бы важным гуманитарным шагом. Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций, но, конечно, окончательное решение зависит все-таки не от нас. Любые меры доверия, не только это, но и вот встречная мера, которую Армения осуществила, передача карт минных полей, мы это активно поддержали, считаем, что и сейчас можно такими встречными шагами, не обязательно увязывая одно с другим, а просто в духе доброй воли сделать шаг навстречу партнеру, соседу, с которым все равно придется жить на одной земле и дышать одним воздухом. Мы будем всячески этому способствовать. Армения давно уже выполнила свои обязательства по этому вопросу, по принципу всех, на всех армянская сторона освободила, вернула Азербайджану всех азербайджанских военнопленных. Мы считаем, что, как уже министр Лавров сказал, Азербайджан также со своей стороны должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц не только во имя выполнения своих обязательств по положениям заявления от 9 ноября, но и еще для того, чтобы создать атмосферу взаимного доверия. И при этой атмосфере уже можно приступить к дальнейшим процессам обсуждений, уже, конечно, урегулирования всех вопросов. Что касается предыдущего вопроса, если можно так же, то Армения неоднократно заявляла, что мы готовы, и мы видим только урегулирование, только через мирные переговоры, так что мы готовы к встрече. Пожалуйста, телекомпания «Мир». Здравствуйте, Максим Драгнев, телекомпания «Мир». Вопрос с обоим министрам. Талибан сейчас объявил об окончательной победе в Афганистане после ухода последнего американского военнослужащего. Как членов ДКБ, Россия и Армения какую общую позицию занимают по афганскому вопросу? Спасибо. Позицию в пользу мира, процветания и безопасности в этом регионе мира для афганского народа, процветания для афганского народа и тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности. Конкретно, наши подходы в рамках ОДКБ будут сформулированы к встрече в Верхах, которая состоится в середине сентября в Душанбе. Эта тема также обязательно будет обсуждаться и на саммите шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет там же, в столице Таджикистана, вслед за саммитом ОДКБ. Мы, конечно, следим за событиями в Афганистане. Можно точно сказать, что мы привержены к миру в регионе, и мы будем приветствовать и, в принципе, уважать выбор, который сделает о своем будущем сам афганский народ. Что касается Армении как члена ОДКБ, то мы хотели бы как партнер по ОДКБ удостовериться, что по всему периметру зоны ответственности ОДКБ во всех регионах, в том числе и в регионе, где находится Афганистан, царили мир и спокойствие. Так что мы тоже приложим усилия, чтобы уже в рамках сентябрьского саммита была проработана единая позиция по этому поводу. Пожалуйста, завершающий вопрос, газет «Коммерсант». Добрый день, Сергей Викторович. Вопрос вам. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внесен в российский санкционный список. Перемирия нет на востоке Украины, результативных переговоров нет ни в нормандском формате, ни в трехсторонней контактной группе. Есть ли еще какие-то ожидания или этот тупик уже до очередной смены украинской власти? И вопрос обоим министрам. Могли бы вы высказаться по заявленной Азербайджаном позиции о том, что в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном должно быть признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана? Спасибо. Что касается второго вопроса, то он не ко мне. Это вопрос касается отношений между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я позволю себе его не комментировать. Выражу только мнение о том, что любые шаги, которые будут способствовать урегулированию разногласий и которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, мы будем приветствовать. Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я же даже не знаю, чего ожидать. Кстати, говоря о санкциях, наверное, одна из крупных проблем нынешней украинской власти заключается в том, что она последовательно, упорно объявляет санкции против своих собственных граждан. Вы знаете, что Совет национальной безопасности обороны Украины соответствующие списки вводят, утверждает санкции против граждан собственной страны. Никто из наших западных коллег не обращает внимания на это вопиющее нарушение элементарных прав человека. Что касается перспектив Минского процесса, мы, несмотря на то, что, как я сказал, каждая украинская власть все дальше в тупик, пытаются завести урегулирование, мы настаиваем на том, чтобы эти маневры были прекращены. Это должны потребовать от Киева его западные покровители, прежде всего, конечно же, Берлин и Париж, как соавторы минских договоренностей, которые поставили свой авторитет на кон. Но, конечно же, здесь многое зависит от Соединенных Штатов, которых только, в общем-то, судя по всему, господин Зеленский и слушает. И то не во всем. Но когда здесь была канцлер Меркель, когда наш президент имел телефонные разговоры с президентом Макроном, конечно, мы эти вопросы все затрагиваем, ставим их достаточно остро и обращаем внимание соавторов минских договоренностей на то, что в Киеве последовательно принимаются законы, которые прямо запрещают выполнять ключевые положения Минского комплекса мер. Это касается и особого статуса территорий, где провозгласили Народные Республики, Луганску и Донецку. Это касается и, конечно же, русского языка. Это касается и проведения там местных выборов по согласованному графику, согласованному с Донецком и с Луганском. Это прямо запрещено последними законодательными инициативами. Это касается многого другого. Амнистии в том числе. Поэтому мы поставили перед Берлином и Парижем вопрос о необходимости как-то им определиться. Будут ли они по-прежнему терпеть подобного рода монкирование своими обязательствами со стороны господина Зеленского и его команды, или все-таки употребят свое влияние, свою власть? Я отвечу на вторую часть вопроса, точнее, на второй вопрос. Что касается предполагаемого мирного договора между Арменией и Азербайджаном, на месте азербайджанских властей я бы сейчас сконцентрировался на выполнении уже достигнутых договоренностей в рамках заявлений, трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. На данном этапе никаких переговоров, никакие переговоры по мирному договору не ведутся. Когда, если такие когда-либо начнутся, то обязательно часть таких переговоров должен быть вопрос статуса Нагорного Карабаха. на основе уже зафиксированных принципов, зафиксированных сопредседателем Минской группы ОБСИ. Все? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.